сегодня будем запустить вот этот частотный регулятор иначе сказано это частотник купили вот так он себе представляет есть два конденсатора 400 вольт 680 микрофарад это частотный регулятор вот тут написано есть C300 1 5G есть 253 220 вольт 50 херц входное напряжение частота до 1000 херц 220 вольт до 7 ампер 1,5 киловатт есть более мощные зато отселка абсолютно достаточно что тут есть индикация светодиодная 7 сегментная индикация этот такой дисплей кнопки escape тут можете добавлять одна цифра вверх и вниз enter чтобы чтобы запоминать то число которое вы ввели внутри отдельных параметров реверс это чтобы реверсировать нагрузку run start и stop тут есть такой патентометр это энкодер по моему который можете регулировать обороты двигателя вот эти две для входного напряжения 220 потом идет общий портунок провод на выход отдельной фазой идти не могу сказать пока так включаем таней нажимаю escape и появляется вот такое значение пеномену внутри есть 160 разных параметры нулевой параметр нажимаю enter и вижу что написано внутри это 7 не могу точно сейчас сказать почему я не успел его регулировать наверно так надо быть в заводские настройки которые там написано в документации что это определяет какое двигатель там какая мощность какое ток какое напряжение так какое начало так что выключаем его и вернусь на пеномену после кнопка на верх и ввода на пеномену на какой параметр и за что отвечают. Снял из интернета, сейчас не буду углубляться в все это. Некоторые параметры скажу, например, 5.2 – это напряжение, которое вы подаете на вход. Потом 5.3 – это частота, которая может регулироваться от 20 до 1000 Hz, ну и так далее. Потом есть такие параметры, где можете задавать максимальный ток, нагрузку. И это исходя опять от какой двигатель будете включать. Есть такие параметры, как через сколько секунд надо набрать необходимые обороты. И потом наоборот, когда выключаете, через сколько секунд он остановится. Я все это сделал, и я сейчас подключу здесь нагрузку, двигатель русский, точнее советский. В советские времена, когда выключаете от питания, вот сейчас я выключил питание, но он работает. Просто у него никакая энергия, надо подождать, чтобы он уже выключился. Смотрите, сколько времени, и что он там работает. Так, выключился. Сейчас подожду еще несколько минут, пока эти кондензаторы разрядились, и включу нагрузку. А двигатель у меня вот такой. Вот такой у меня двигатель. Посмотрим на табелку. Двигатель, асинхронный тип. Вот такой, номер такой. Трифазный, 50 Hz. 220 на 380 В. 4,8 на 2,8 А. Если на 220 В. 4,8, если на 380 В. 2,8 А. 1,1 кВт. 1400 оборот в минуту. К-50 75. Космус фенол 81. Так, изолация ЕВ режим. Не знаю, что такое. ГОСТ стандарт. 183,74. Почти 14 кг. Сделано в СССР. Тут. Не очень хорошо видно, но... Ну, 88 год, по-моему. Так, сейчас я включу к частотный регулатор. Вот, это общий провод, желтый. И тут отделанная фаза. Вот, уже подключил двигатель. Хочу сказать, что есть в частотный регулатор, такой параметр, как, через сколько секунд можете запустить двигателя после нажатия на яйца кнопка старт. Так, я поставил на 2 секунды, так что, после, когда я нажму на кнопку, он запустится через 2 секунды. Нажимаю старт. Запустился. Со всеми кодерами могу регулировать обороты. Умедляю. Ну, на 20 секунды, то есть, и 5 параметры задаются в нескольких состатников. И максимальные обороты тоже, которые я задал сейчас, вот, на 50, так было сначала. И сейчас, думаю, поставлю на 100. Умедляю. Поехали. Умедляю. 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 Нажимает «Стоп» и «Останавливается». Это время остановки тоже можете задать через сколько секунды, там так, который начнет противодействовать на двигатель, через сколько секунд он останавливается. Нажимаем «Старт». Останавливаем «Старт» и «Старт». Останавливаем «Старт» и взимаем «Старт» и «Старт». Вот такое видео получилось С вами был Иван Все, пока